добрый день уважаемые коллеги если меня слышно и видно ну просигнализируйте пожалуйста огонечками видно слышно о спасибо огромное спасибо спасибо итак я приветствую всех в новом учебном году потому что у меня на этой площадке с вами в этом году в 2022 1 до такой вебинар ну я думаю что мы продолжим тему финансовой грамотности сегодня еще раз посмотрим на то почему она актуальна и почему мы сегодня выбрали именно тему финансовая грамотность и компетенции педагога у меня есть проект финансовая грамотность педагогам и родителям это как сообщество в вк вконтакте и в фейсбуке и вконтакте мы часто проводим голосование по выбору тему вот наших будущих встреч поэтому сегодня останавливаюсь на этой теме прошлом году мы эту тему тоже рассматривали в январе ну вот как бы такая традиция начала года что изменилось за год и почему мы вернулись к этой теме я думаю что она очень актуальна не только для дошкольных образовательных учреждений но и в первую очередь для школьных средних профессиональных то есть техникума училищ и для высших учебных заведений тоже эта тема актуальна если мы говорим о проектах я вам в конце сброшу информацию ссылочки в чат хорошо здесь не буду останавливаться итак когда мы начинаем работать так как педагоги я всегда начинаю с примерного перечня на что мы опираемся при ну как бы обучение раз мы в образовательной среде находимся при обучении школьников то есть на что мы опираемся мы говорим о том что у нас сейчас есть стратегия повышения финансовой грамотности которая выросла в принципе из проектов минфина да то есть из пилотных проектов по повышению финансовой грамотности которые начинались еще в начале двухтысячных годов я думаю что вы здесь из разных регионов и вы знаете что есть очень много региональных сейчас проектов по финансовой грамотности но основной да на который мы ориентируемся эта стратегия повышения финансовой грамотности она была разработана до 2023 года но сейчас у меня уже есть сведения я не могу ссылочку на документ дать но она будет продлена до 2030 года есть план мероприятий который разработан в рамках этой стратегии и так как эта стратегия уже ну как бы прошла такой огромный путь и был путь программы повышения финансовой грамотности а в рамках именно международных соглашений да то есть международным банком развития то у нас очень огромный пласт информации накопился за все эти годы уже больше десяти лет да то есть я думаю что вы пользуетесь уже этими материалами но что появилось но практически в конце декабря уже после нашего вебинара который декабрьский произошел повесили новую да то есть разработана была новая рамка теперь она единая рамка вот обратите внимание на седьмой пункт компетенции по финансовой грамотности причем ее сделали теперь единой для школьников и взрослых но школьников с 15 до 18 лет и взрослых и вот на нее мы сегодня будем ориентироваться то есть на что же появилась в этой новой рамки почему мы подняли эту тему именно о компетенциях педагога обратите внимание то есть когда мы говорим о финансовой грамотности сейчас а педагоги дошкольного образования школьного образования среднего профессионального вуза все ориентируются на что на федеральные государственные образовательные стандарты по уровням образования причем кроме дошкольного образования практически во всех остальных уровнях образования финансовая грамотность уже включена в эти стандарты официально да прописано в рамках каких дисциплин в рамках каких предметов мы можем вести и как мы можем вести во внеурочной деятельности эти дисциплины кроме этого на что ориентируется педагог естественно он ориентируется на методические рекомендации да то есть у нас есть для педагогов дошкольного образования кто к нам вот сегодня первый раз присоединился мы уже много говорили об этих метод рекомендациях то есть на что ориентируются дошкольные педагоги но вот пока единственные до методические рекомендации на уровне министерства образования это в 2019 году были разработаны и утверждены вот она ссылочка на сайт с этими методическими рекомендациями в принципе если вы впервые сталкиваетесь скачиваете себе этот документ знакомитесь с ним там очень огромное направление развития именно дошкольного дошкольных как бы компетенций и педагога и естественно слушателей то есть детей до 7 лет там разбито на два направления 5 6 и 6 7 лет и у нас есть федеральные методические центры которые были в прошлом году утверждены уже на уровне распоряжения правительства российской федерации мы о них тоже поговорим ссылочка в презентации есть на каждый из этих центров которые курируют как бы повышение уже грамотности и компетенции именно педагогов и взрослого населения об этом мы чуть чуть попозже говорим о каждом из этих центров и чем они занимаются и куда вам можно обращаться но сегодня больше всего внимания я хочу уделить именно вот нашему седьмому пункту единой рамки компетенции по финансовой грамотности но давайте с вами немножко я так люблю обосновать почему же мы все сегодня здесь с вами собрались и нас принципе немало здесь собралось можно сейчас гляну сколько нас в сети в сети у нас сейчас 238 человек так зафиксирует а я забываю сколько сколько нас до нас не видно аудитория я рада что у нас столько сейчас педагогов которые интересуются но может быть не по своей воле но я очень надеюсь что мы интересуемся сначала все-таки с точки зрения себя потому что если мы выступаем педагогами прежде всего начинаем себя ну как бы говорю из своего опыта то есть личной финансовой грамотности каждый из нас приходит разными путями пусть даже так через в госы и ну как бы такую обязательную что вы должны уже преподавать но я призываю всех не бояться финансовая грамотность это наша ежедневная жизнь и мы сегодня об этом с вами поговорим буду отвлекаться немножко иногда на чат смотреть не всегда в камеру но вопросы коллеги если будут возникать вопросы давайте договоримся у нас есть вкладочка вопросы чтоб я потом почата не не бегала вот если прям какой-то вопрос вы хотите чтобы я на него ответила пишите во вкладочку вопросы вот там на верхней панели это вкладочка есть и так вот такое определение дано в стратегии повышения финансовой грамотности которая была принята в 2017 году я думаю что само определение сложное как и много наших различных определений но если на него посмотреть с точки зрения ну как бы такой практической то что мы должны знать есть более простое понятие но вот этот проект который уже ваши финансы он был закрыт он сейчас и преобразился в проект мои финансы да то есть и новый сайт этого проекта есть у нас тоже ссылочки на него есть но старый сайт еще работает и вот стратегия повышения финансовой грамотности кратко представлена вот в такой графике скажем так и мы говоря о том что же мы должны уметь и знать ну как бы возвращаемся к нашей ежедневной жизни давайте с вами вспомним формулу денег кто знает формулу денег ну вот такой образную формулу денег которая скрывается за всеми нашими знаниями да если все объединить то я бы представила это таким образом заработать сохранить приумножить да то есть инвестировать и приумножить эти деньги и если мы с вами следуем этой формуле то вспоминаем сначала что у нас заработать да то есть труд основа нашей любой жизни любого человека а там уже какой труд выбирает человек наемный труд наемного работника либо он будет создавать собственное дело это уже ну как бы в рамках компетенции человека но первое на что мы обращаем внимание это заработать деньги то есть создать какой-то продукт и продать его в данном случае мы говорим о наших компетенциях мы можем продавать свои знания свои компетенции либо мы можем создавать свое дело и продавать свои продукты здесь уже как бы каждый человек выбирает исходя из своего уровня предрасположенности да потому что если говорим о предпринимательстве то это еще и предрасположенность к риску так вот когда мы говорим об уровне на ежедневной жизни мы говорим о том что мы должны следить за состоянием личных финансов оценивать планировать эти финансы да то есть доходы и расходы но вот если можно я не буду на личности для сегодня переходить можете огоньками мне в чат сигнализировать вот скажите кто ведет учет доходов и расходов если уж мы переходим вот ну к личным финансам кто вот прямо вот заморачивается с этой темой так есть есть такие очень радостно что у нас есть смотрите бытует мнение да то есть что доход учет вот доходов и расходов инвестирования и так далее это удел там богатых людей но никогда чек нему не сможет стать богатых если он не умеет вот и не понимает вот эту формулу денег то есть мы планируем наши доходы и расходы дальше мы сравниваем ну пусть это будет не ежемесячно пусть вы будете планировать я понимаю я сама не люблю но вот такого досконального планирования ежедневного но хотя бы по направлениям расходов да то есть вы знаете что у вас там допустим общие ваши расходы составляют ну 60 процентов а уже как бы расходы которые на идут на накопление там у вас стабильно допустим 10 процентов и все остальное вы уже рассматриваете с точки зрения ну возможно там выполнения ваших финансовых целей об этом мы сегодня вот кранки когда спустимся еще поговорим то есть обратите внимание финансового грамотный человек управляет своими финансами принимают грамотные решения знают о рисках то есть и планируют жизнь на пенсии то есть о чем мы говорим любая книга любого инвестора начинается с того что заплатить сначала себе и самое главное что не важно сколько мы получаем на самом деле это неважно поверьте пожалуйста если у вас нет навыков грамотного распределения ваших доходов и управления вашими расходами а сейчас очень много соблазнов да то есть если у вас вот этих навыков нет то передать эти навыки детям тоже ужасно сложно как своим так и ученикам то есть ученики вы же знаете да чувствуют на уровне вот ну психологии на уровне интуиции учитель сам владеет этим инструментом или нет можете обратиться сюда но можете как бы пойдем дальше предыстория до всех наших вот этих проектов по финансовой грамотности то есть на мировом уровне финансовое образование именно вот финансовую грамотность курирует я думаю вы знаете эту организацию это организация вот так сейчас я указочку возьму организация экономического развития и сотрудничества который объединяет много стран и россия в том числе как бы сотрудничает с этой организацией так вот на уровне методологии международной методологии разработан индекс финансовой грамотности его компоненты и шкала этого индекса общая величина 21 балл и обратите внимание разбито на три направления то есть знания ну то есть то что мы в принципе знаем мы знаем что надо вести учет доходов и расходов мы знаем что нужно планировать рассчитывать финансовые цели мы знаем об инструментах но вот второе видите навыки умеем ли мы это делать и каковы наши установки ежедневно делаем ли мы это и как это влияет на наши финансовые решения спонтанные они будут или нет и как это влияет в целом уже на наши финансы россия находится находилась да вот по замерам девятнадцатого года россия по уровню финансовой грамотности находилась на девятом месте но обратите внимание вот эти установки да вот они хромали и мы сегодня о них поговорим да я думаю каждый из нас с вами знает и яна в том числе то есть мы все не идеально мы планируем мы вот пытаемся но иногда срываемся какие-то спонтанные покупки какие-то спонтанные решения это нормально это человеческая жизнь планы меняются то есть мы с вами ну как бы не должны себя за это казнить но мы должны прекрасно понимать как наши решения повлияют на наши будущие бюджет если брать банк россии то я тоже повторяю что у нас есть три этапа измерений банк россии замеры делал с 17 по 20 год и мы видим что у нас улучшилось да то есть выросла доля граждан которые занимаются защитой своих финансовых прав то есть это что за защита прав если ну как бы банковские организации как как-то неправильно поступили если мы говорим о страховых продуктах это очень часто до связка банка и страховой компании когда мы нам навязывают возможно страховки при открытии кредитов и так далее то есть в принципе часть граждан большая часть граждан научилась защищать свои финансовые права увеличилась доля граждан которые понимают что нужна подушка финансовой безопасности вот как раз кстати звонят опять с номера 900 мы поговорим именно здесь не подушка финансовой безопасности а о мошенничестве до самой финансовой безопасности и мы говорим о том что снизилась доля граждан знающих о государственной системе страхования вкладов ну но это странно конечно я думаю что вы все знаете какая организация занимается страхованием наших вкладов и какой сейчас размер можно вас чуть растормошить размер вкладов который застрахован в одном банке на какую сумму что у меня сегодня вот молодец светлана да да молодцы знаете то есть у нас есть ассоциация страхования вкладов которые все банки обязаны открывал участвовать но не все участвуют чтобы узнать точно ли ваши вклады застрахованы если вы собираетесь да депозит это что это вы отдаете деньги банку до асв правильно вы отдаете деньги банку а значит вы должны быть уверены что ваш вклад будет застрахованы в любом случае вот в этом максимальном размере на сегодняшний день это миллион четыреста рублей в одном банке имейте ввиду что можно разбить счета в разных банках ну то есть до миллиона четыреста в одном банке ваш вклад будет застрахован но это касается как каких вариантов когда возможно не просто вы храните депозиты может быть там продажа квартиры так далее то есть в любом случае лучше сумму разбивать по разным банкам где проверить на сайте центрального банка есть список банков и на сайте ассоциации страховых страхования вкладов агентство по страхованию вкладов извините мы с вами вот это асв сокращенно мы с вами можем проверить входит ли этот банк систему страхования вкладов сберегательное поведение граждан тоже улучшилось да если по замерам вот аналитики банк банка россии мы видим что у нас и подушка безопасности и те кто плане справляется да вот это вот хватает денег до зарплаты и то есть наши доходы минус наши расходы равно нулю это ну формуле денег не самый лучший вариант но конечно лучше если наши доходы минус наши расходы вообще не ушли в минус то есть когда мы говорим о том что мы должны управлять деньгами мы должны понимать что при любом уровне доходов я еще раз повторюсь это неважно у вас сто тысяч дохода или десять тысяч доходы у всех бывают различные ситуации в жизни но вы должны так планировать ваши расходы чтобы они стремились к повышению во первых да во вторых к превышению до над расходами то значит нужно управлять если все-таки у вас расходы превышают не говорить о том что да вот такая жизнь ужасно ну как бы всем нелегко но независимо от того я знаю очень много людей у которых сотни тысяч доходы но у них расходы превышают почему потому что ну вот такой такая человеческая натура чем выше наши доходы тем еще в большей геометрической прогрессии нам хочется каких-то благ да то есть приобретать какие-то благ блага и поэтому еще раз говорю учиться можно с малых сумм управлять чему мы обучаем потом и детей да то есть сначала учимся сами потом учим детей ну а теперь вот от этих красивых циферок что у нас все хорошо финансовая грамотность населения повышается давайте перейдем вот к таким циферкам я сегодня так специально статистику немножко подняла смотрите на начало октября 21 года просроченная задолженность по кредитам предоставленным физическим лицам то есть мы говорим о нас с вами составляет обратите внимание вот на такую циферку можете мне произнести сколько это вот здесь одна тысяча да но мы видим что это все в миллиардах рублей кто-то может есть у нас учителя математики но не буду вас в шок водить это я просто вам как бы для того что государство отслеживает триллион правильно то есть превышает практически тут если это с округлением да то есть ну составляет 1 триллион что такое просроченная задолженность мы прекрасно знаем это не просто выданные кредиты это то что люди не смогли погасить да кредит мы знаем он берется легко а вот погашать его как раз таки очень сложно и нужно еще как бы лучше планировать свои расходы и взвешивать свои вообще возможности с учетом различных событий вот почему банки стараются застраховать да то есть крупную сумму кредитов с обязательным страхованием страховать ответственность жизни здоровья кредита заемщика а теперь давайте сравним смотреть 1 триллион просроченной задолженностью так еще немножко цифра потом перейдем к самой финансовой грамотности и так доходы на 2022 год федерального бюджета это бюджет нашей страны вот здесь можете по ссылочке пройти посмотреть составляют 25 триллионов обратите внимание просроченная задолженность только физических лиц просрочены это люди которые не могут вовремя а может быть и вообще не смогут погасить кредиты и вынуждены будут объявлять себя банкротами составляет 1 триллион да то есть вот вот очень значительные суммы вот почему у нас финансовая грамотность уровень финансовой грамотности нужно повышать продолжать а потому что мы с вами должны как бы понимать вот уровень своей финансовой грамотности что уровень нашей финансовой грамотности в целом каждой семьи отдельно каждого человека в целом влияет на финансовое благосостояние страны потом мира да ну и кроме этого еще если вот ну к цифрам вернуться я не поднимала не успела поднять статистику но вы знаете про финансовые пирамиды какая финансовая пирамида у нас прошлым летом рухнула очередная финансовая пирамида их кстати еще очень очень много они сейчас скрываться под различными финансовыми организациями но у нас есть на сайте центробанка черный список так называемый черный список мы сегодня ссылочку не привела если в группу придете ко мне надо будет сделать обзор где найти ненадежные финансовые организации в которые не стоит обращаться кто-то помнит гром громкие названия причем там люди потеряли миллиарды рублей не просто миллионы миллиарды рублей и это было прошлом летом то есть говоря о финансовой грамотности мы говорим о том что просвещение да оно уже как бы охватило большую часть населения но еще недостаточно раз люди верят в сверх доходности сейчас как бы очень много людей идет на финанс на финансовые рынки в том числе на фондовый рынок не зная основ фондового рынка да афинников спасибо большое это была пирамида финика поэтому ну не зная основ идти как бы и верить тому что вы сейчас сможете переиграть рынок и получить сверх доходность но я думаю что это не совсем разумно как бы лучше начать себя начать себя и предупреждать детей которых вы обучаете что сверх доходности они сопоставима со сверх рисками да можно и получить доход и потерять вообще полностью все свои накопленные труд таким ну я думаю что не совсем прям легким трудом деньги поэтому финансовая грамотность и программа стратегия повышения финансовой грамотности она продолжается и будет продолжена до 30 года но я думаю что она будет теперь с нами всю жизнь да вот такая стратегия развития финансовой грамотности не только в россии это во всем мире но давайте теперь по уровням финансовая грамотность дошкольных учреждениях я сегодня здесь вижу очень много воспитателей да то есть педагогов дошкольных образовательных не только воспитатели но и в целом педагогов дошкольных образовательных учреждений из разных добрый вечер и добрый день до из разных уголков нашей страны с разными часовыми поясами мы уже об этом говорили то есть смотрите еще раз повторюсь педагоги дошкольного образования но вот поднимают нет у нас во в госах прописанного обязательного то есть обязательное изучение финансовой грамотности но уже многие дошкольные учреждения включают самостоятельно в соответствии с метод рекомендации министерства просвещения в соответствии с метод рекомендациями региональных институтов развития образования привела наш ставропольский край кстати вот здесь видела даже ставропольского края у нас сегодня педагоги есть есть разработанная кто курирует но как бы из центров федеральных центров вот прямого курирования к сожалению пока нет дошкольных организаций но в некоторых центрах вы можете присоединиться к программам общим программам педагогов потому что мы знаем что есть школы которые комплексы да то есть детский сад школа там лицей допустим вот в таких школах педагоги присоединяются ног федеральным методическим центром например высшая школа экономики мы об этом чуть чуть позже поговорим и мы говорим о том что вы можете пройти обучение федеральных методических центрах по финансовой грамотности бесплатно да то есть на бюджетной основе не совсем бесплатно да за это платит бюджет то есть это деньги развития вот этих федеральных центров которые предусматривают какой-то уровень целевого развития но я призываю педагогов дошкольного образования кроме того что мы говорим что мы будем учить детей только основам да то есть как там появились деньги что это какие виды денег существуют то есть вот это знание деньгах сейчас в новой рамке в новой рамке она включена мы сейчас с этим познакомимся и обратите внимание в новой рамке включено еще такое понятие как предпринимательства и для школьников и для взрослого населения ну то есть как бы в детском саду закладывается такая цепочка мы не уже говорили труд продукт деньги да то есть дети должны понимать что деньги зарабатываются они падают с неба потому что многие педагоги иногда даже на вебинарах не говорят а зачем детей знакомить с наличными деньгами они сейчас все на карточках все прекрасно но еще раз говорю я просто по собственному ребенку знаю пока ребенок не понимает как зарабатываются деньги не понимает откуда они берутся лучше его знакомить все таки с наличностью должен это ощущать ну как бы развивая моторику да как мы говорим ну то есть ощущать на уровне как бы пальцев что можно посчитать можно увидеть ну то есть как бы вот зритель зрительно как бы и закладывание в мозг что деньги это не что-то виртуальное а деньги это реально их еще можно наши дети еще пока знаю что они реальны но сейчас мы идем мир больше цифровых денег наличные деньги объем наличности все-таки уменьшаются и больше расчетов я думаю что вы тоже обращайте внимание больше расчета все-таки без наличными деньгами но еще раз говорю что лучше всего вот именно в образовательных целях начинать с денег и основная трудность в принципе всех педагогов особенно дошкольных и как бы младших школьных да и средняя школа это в чем том что просто так научить финансовой грамотности мы не можем почему кто мне ответит на вопрос в чем наша вот такая самая главная сложность именно вот в вопросе обучения вот все другие дисциплины мы как-то можем еще проецировать а именно финансовую грамотность нам очень сложно работать во первых я бы выделила две да здесь причины во первых это наши установки психологические многие учителя я вот за полтора почти два года до проведения вебинаровые общения с дагогами из разных категорий образования уровне образования мы пришли до к тому что во первых нужно заниматься своей финансовой грамотностью если педагог чувствует чувствует нет программа галина расскажу о программах и методиках они как раз таки есть но нет пока потом скажем так в бесплатных на программах я пока мало встречала именно объединение психологии и педагогики и финансовой грамотности я бы вот на стыке вот этих трех направлений разрабатывала программы но пока может быть я не знаю да я не могу узнать всех программ может быть в каких-то центрах в платных программах такие комплексы есть вот в бесплатных программах я думаю что но я думаю что они будут разработаны потому что та рамка на которую я вас сегодня буду отсылать которые отсылать она уже с этой позиции разработана ну то есть как бы с точки зрения функциональной грамотности именно не просто знаний а умений и навыков и так когда мы говорим я здесь хотела затронуть да вот про программу мы сказали про то что нам страшно идти в преподавание финансовой грамотности это именно психологический барьер из-за того что у нас у самих недостаточно знаний это как бы вот одна позиция педагога а второе то о чем я хотела поговорю сказать вот сложность это то что обучать финансовой грамотности детей без согласия их родителей и при установках да вот этих разных установках семьях тоже очень сложно и вот здесь вот как бы педагог сталкивается с вот этой проблемой во первых самому страшного во вторых еще и дети они из разных как бы можно даже не слоев населения даже если слуну как бы класс примерно одинаков по уровню доходов родителей то очень страшно идти в это я прекрасно понимаю с позиции именно навязывание чего-то до навязывания своих установок потому что дети ну как бы они будут ну как бы был блог будет стоять все равно вот у нас в семье так ну и столкнемся с тем что не все родители даже согласно давать детям карманные деньги обучение вообще финансовой грамотности без навыков вот этих управления своим личным бюджетом ну это как бы ни о чем мы все много всего знаем но мало что применяем да то есть вот это вот шаг к применению и здесь мы можем выйти если говоря о наших компетенциях мы выходим на как на какую образовательную технологию вот чтобы как бы уйти от того что не всем детям в классе допустим если мы говорим но в детском саду вообще мало кому выделяют до семи лет там карманные деньги но хотя уже шести лет многие родители выделяют некоторых у единиц конечно есть там из пяти лет какие-то там мелочь какая-то то мы говорим об именно игровых технологиях да то есть разработки различных игр где дети могут проиграть этот процесс и детский сад он полностью да то есть вот на вот эти ролевые игры дидактические игры начальная школа старшей школе просто компетенции чуть повышается но они опять-таки уходят на игры и вот именно через игру через подбор такой игры либо через разработку собственной разработки можно вот с этими трудностями немножко побороться да то есть уравнять детей вот как бы дать им попробовать всем особенно это актуально я думаю что для детей из детских домов где у них ну у своих априори вот этих денег нету и многие из них вообще не понимают то есть там только игровые процессы и такие уже программы есть и я думаю что я в конце там у меня ссылочка есть образовательные проекты где прямо сценарии прописанных этих игр можно их использовать бесплатно скачивать поэтому имейте ввиду а вот этих как бы трудностях плюс выход на родителей я думаю что все-таки придется школе да вот сведением со следующего года в обязательном порядке в любом случае но сейчас у нас еще пандемии как таковых родительских собраний очень мало проводится но в любом случае с родителями как бы через детей даже да через вот их игровые вот эти вот ситуации выходить на ситуацию с финансами как бы с управлением личными финансами на уровне родителей с просвещением я думаю что вот здесь тоже это будет играть свою роль потому что не все родители так а зачем мне управлять у меня зарплата там не не знаю 12 тысяч или 13 тысяч то есть минимум прожить чем управлять это очень ошибочная как бы такого понятия потому что мы в любом случае можем какие-то расходы на эти такие триггерные расходы когда без которых мы прекрасно проживем а их можно направлять на накопление и учитывая сложный процент даже просто на накопительный счет то есть деньги там будут работать если просто откроем копилочку накопительный счет так вот вот эти все технологии которые применяются под дошкольных учреждениях я о них сегодня не рассказываю с ними прекрасно все знакомы то есть это уже статистика за прошлые годы а мы говорим сейчас о том какие компетенции должны быть у педагогов по школе если говорить по школе смотрите по на что ориентируемся в гос да то есть во всех в госах по уровням школьного образования теперь прописано по каким дисциплинам прямо по темам прописано что нужно детям преподавать в принципе учебников учебно-методических пособий очень много но вот я думаю что с точки зрения рамки вот компетенции которая уже переработана вот эта единая рамка эти пособия будут изменяться дорабатываться будут дорабатываться программа повышения квалификации здесь я вас отправляю смотрите федеральные методические центры по финансовой грамотности если вы зайдете вот на сайт высшей школы экономики федерального центра вы найдете там и банки методических разработок и курс который проводят но он в доступе вы можете но без получения скажем так удостоверения но вы можете с ним ознакомиться можете ознакомиться с курсами как бы по разным программам есть очень много бесплатных ресурсов теперь давайте перейдем к самой единой рамки раньше смотрите вот справа при прежние прежние рамки компетенции у нас включали вот эти разделы 9 разделов да то есть сейчас единая рамка компетенции разделили на направление да то есть вот давайте перейдем к структуре ссылочки все здесь дала ссылочку нет так сейчас секунду я вам сейчас сброшу ссылочку не на саму рамку она ее описание вот этой рамки забыл забыла вставить но я доработаю так сейчас секундочку доработаю как бы презентации вывешу в своей группе поэтому у кого будет желание можете переходить в группу так сейчас одну секундочку вот она вот этот документ описание этой рамки краткое описание на сайте проекта а вот здесь общее описание сейчас еще документ сброшу то есть чтобы вы знали где сразу найти если вдруг кто-то не дойдет до моей группы так вот здесь общее описание ссылка и на рамку и на этот документ и так смотрите у нас есть вот так выглядит рамка вы ее можете скачать я документик этот подвесила специально смотрите если раньше было две рамки это была отдельная рамка для учащихся и для взрослых то теперь я бы объединили в единую рамку и разбили на предметные области если у нас раньше было доходы и расходы вот давайте вернемся смотрите у нас раньше было доходы и расходы и общее знание экономики азы то теперь вот их объединили в направлении деньги операции с ними а доходы расходы вот это все планирование кредитования личное сбережение ушло в направлении планирования в предметную область планирование управления личными финансами теперь есть еще отдельно объединили у нас направление инвестиции страхования риски и финансовая безопасность объединили в отдельное направление и финансовая среда то есть защита прав потребителей Но вот эти направления, они не абсолютно тождественны. То есть здесь появились у нас, обратите внимание, в каждой предметной области у нас появилось направление. Вот эта вся рамка, вот я взяла из описания к этой рамке, переделывать не видела смысла. Вы можете скачать, познакомиться самостоятельно. Обратите внимание, что в каждой предметной области, вот этот пункт 5-6, финансовая безнапасность и цифровая среда. И к каждой предметной области она раскрывает свои направления. Вот здесь я вам просто, если вы скачаете, посмотрите или на сайте зайдете, посмотрите, что у нас есть, смотрите, ввели понятие. Потому что практически любой курс по финансовой грамотности в доп. образовании, которые были коммерческие, они начинались именно с понятия денег. И те курсы, которые есть бесплатные, например, на сайте фонда Сбербанка в будущее, есть отличный курс юный финансист, который можно использовать в дошкольном образовании. Классные там такие сценарии и раздаточные материалы. То есть все это можно скачать с сайта, то они все эти курсы начинаются с понятия денег. То есть как обучать финансовой грамотности, если мы не обучаем понятию денег. Поэтому рамку доработали, ввели вот такие деньги и операции с ними. И давайте с вами, ну просто вот мне в чатик напишите, пожалуйста, какие виды денег вы знаете. Вот с какими видами денег мы с вами работаем, живем. На сегодняшний день. В рамке они все, смотрите, если вы поднимете рамку, даже если вы не хотите учиться, вы просто почитайте, пожалуйста, рамку и вам очень многое станет понятно. Рубли, евро, доллары. Да, это виды валют. Да, то есть рубли, евро, доллары. А мы сейчас говорим о видах денег. Правильно, да, вот Игорь подсказывает. Наличные и безналичные. А если вы откроете рамку, то там будут еще прописаны какие? Электронные и цифровые деньги. Да, да, вы в курсе, да, бумажные, металлические, электронные. То есть смотрите, классификацию видов денег можно проводить по разным направлениям. В законе о национальной платежной системе и в других законах, которые регулируют платежную систему, мы говорим о том, что у нас есть наличные деньги. Это как раз-таки вот бумажные, металлические. Да, и мы с ними знакомим, в принципе, детей. И, ну вот, кстати, мы с дочкой купили в фикс-прайсе, есть такой набор, там вот купюры, все виды купюр российских денег, ну, естественно, это такие как бы игровые деньги, там прямо написано, что это игровые деньги. И все монетки пластмассовые, и всего лишь он стоил там, я не помню, 99 рублей, кажется, вот в фикс-прайсе. Очень отличное, как бы, пособие, если вы собираетесь, там, в детском саду или, там, в начальной школе какие-то игры проводить, можно, как бы, ну, так, недорого, чтобы не печатать через принтер, можно вот такие пособия покупать. Их очень много различных сейчас, ну, вот одно из таких, как подсказка. Да, вот криптовалюты, Татьяна указывает, да, как раз-таки криптовалюта, это цифровые деньги. Итак, наличные деньги, это что у нас? Бумажные и металлические деньги. То есть купюры или банкноты, мы их называем, и монеты. А говоря, здесь можно вот по-разному, для разного уровня детей и взрослых, да, то есть рассматривать эти деньги. Но с точки зрения навыков и управления, мы должны понимать стоимость этих денег, да, то есть стоимость обслуживания этих денег. Если мы говорим о бумажных, ну, как бы, нам она обходится бесплатно, да, нам просто ее выдают. Для государства это затраты, да, на выпуск этих денег. Поэтому государству выгоднее уйти в электронные, в безналичные деньги. Причем здесь вот теряется чуть-чуть связь, ну, как бы разница между безналичными и электронными. Потому что банки стали называть свои онлайн-кабинеты, да, в онлайн-кабинетах у нас открыты кошельки, да, как начали называть банки. Но кроме банков у нас есть еще электронные деньги, кроме безналичных, которые хранятся на счетах банков, у нас сейчас появилось много различных платежных систем, которые тоже открывают кошельки. И они не привязаны к банковским счетам. То есть вот эта вот разница небольшая, это вот, как бы, мы говорим об электронных таких нюансах, электронных деньгах, которые вне банков сейчас находятся. Допустим, ну, как бы были раньше. Сейчас они объединяются, то есть вот безналичные деньги, по своей сути, они, в принципе, потихоньку превращаются полностью все в электронные, да, то есть, которые проходят по разным платежным системам. Ну, если из своей практики немножко, да, то есть, погрузить вас именно в умения, навыки и в личные характеристики, то здесь прописано в рамке, почитайте внимательно, самостоятельно, понятие чего, то есть, как этими деньгами совершать платежи, да, вот спускаемся на просто бытовой такой уровень. Как выгоднее? Пойти в кассе расплатиться, вы платите, вы вроде бы как бы бесплатно, да, то есть, нету комиссии, если вы, ну, допустим, те же услуги ЖКХ, пойдете и оплатите в кассу, но нужно до нее доехать, то есть, посчитайте, пожалуйста, расходы, да, бензина, если сами поедете, ваши во времени, или денег на проезд, да, если это будет на маршрутке, если это не рядом с домом. Дальше, перечислить деньги, обратите внимание, тоже можно разными способами, и нужно знать, где с вас не снимут комиссию, потому что безналичные платежи, они очень удобны, но нужно очень четко понимать, через какие, скажем так, цифровые, да, вот мы спускаемся дальше, я здесь всю день платежи и услуги, и вот мы дошли до, сейчас я вам покажу, финансовая безопасность, и вот здесь ниже цифровые, да, то есть, цифровая безопасность, то есть, через какие цифровые платформы вы можете, вот желтеньким цветом выделена вот эта финансовая цифровая безопасность, через какие платформы вы можете заплатить, ну, возьму из своего примера, буквально на этой неделе мне нужно было перевести деньги в Белоруссию, оплатить, да, оплатить платеж там в Белоруссии. Прежде чем платить, я всегда тестирую, ну, как бы, если большую сумму куда-то надо перечислить, вплоть до того, что я перевожу, там, беру 100 рублей и перевожу через разные платежные, как бы, ну, через разные банки, скажем так, чтобы узнать, доходят ли деньги и какие комиссии. Ну, даже до перевода вам уже банки обязаны сейчас высветить в онлайн своих кабинетах, какие переводы. Ну, так вот, дошло, вот у меня на прошлой неделе было два платежа, один в Белоруссию, другой в Израиль. Ну, так как в Белоруссию, допустим, там мне надо было перевести небольшую сумму, и очень быстро это нужно было сделать, я не стала изучать там через разные банки, зашла через наш известный банк, не буду сейчас название называть, и, если честно, ну, вот, как бы, обалдела, потому что со 100 рублей перевода, у меня сняли 30 рублей комиссии. Вот, если, вот, скажем так, не изучать вот эти минимальные, как бы, основы финансовой грамотности, а в разделе, вот, новой рамки компетенции именно об этом говорится, то есть мы должны понимать, какие расходы мы несем по обслуживанию, да, вот этих платежей. Потому что банкам выгодно все, чтобы было в безналичном, как бы, почему? Потому что они берут комиссию, они берут комиссию с предприятий, которые подключаются к кассам, да, то есть вот мы оплачиваем в магазине, с нас комиссию не берут, эта комиссия ложится на, ну, скажем так, на магазин, да, на предприятие. С нас берут комиссию лично, когда мы начинаем осуществлять переводы. Кто знает, как сейчас перевести деньги без вот этого лимита, да, то есть можно просто внутри лимита перевести, внутри страны, да, деньги бесплатно, а можно, используя систему платежей, система быстрых платежей, СПБ знакомы, да, быстрая система платежей, да, отлично, Елена, то есть я вот об этом говорю, то есть и в Сбербанке, и в любом другом банке, но только в некоторых нужно, как бы, заранее к ней подключаться, а в Сбербанке, допустим, вы можете внизу, когда вы говорите, ну, нажимаете, что вам нужно что-то оплатить, спускаетесь в самый низ, и там на панели есть выбор, через что вы будете оплачивать. Можно выбрать систему быстрых платежей по номеру телефона, потом в другой банк перевести деньги и себе или кому-то другому абсолютно бесплатно. То есть вот об этом сейчас, обо всем, не о каких-то там знаниях, которые нам не нужны, а именно о практических знаниях мы говорим в рамке финансовых, вот этих финансовых компетенций. Поэтому убедительно, как бы, прошу познакомиться с этой рамкой, потому что там прописаны, даже просто если вы почитаете эту рамку, вы поймете, во-первых, что нужно знать на базовом уровне, и что нужно знать на уровне, сейчас секундочку, на уровне продвинутом. И я призываю вот даже педагогов сейчас дошкольного образования, которые, может, так, а, это меня не касается, это для школьников, да, вот вы видите, что для школьников. Нет, обратите внимание, для взрослых рамка, да, это для нашей с вами жизни, знания, ежедневные знания нашей жизни. И мы можем долго обсуждать, я взяла только одну предметную область, а их четыре, да, и в каждой предметной области, обратите внимание, мы сейчас взяли только виды денег, вот виды денег, сущности виды денег. И здесь есть еще, смотрите, так, у вас как его отмешают, мешают мне платежи и переводы. А дальше в этом же разделе есть иностранная валюта, ну, например, да, опять из практики. Кто знает, как выгоднее всего сейчас менять, покупать или продавать валюту? Ну, имеется в виду, если вы можете подтвердить, смотрите, здесь без учета налогов сейчас беру, то есть если валюта это имущество, да, по нашему законодательству, если мы владели ей меньше трех лет, то мы при продаже валюты можем, не можем, а должны заплатить налог на доходы, то есть НДФЛ 13%. А если у вас есть справка, что у вас валюта больше трех лет, тогда налог не платите. Есть несколько вариантов, да, то есть мы можем пойти в банк и, например, до 40 тысяч рублей, мы можем вообще без предоставления документов купить или продать валюту, вот на вот эту сумму, на этот лимит. Если мы хотим отслеживать, и у нас, ну, валюта хранилась, допустим, в наличности, мы хотим ее продать, мы можем продать ее через биржу, да, то есть через брокерский, отлично. У меня продвинутые преподаватели, очень рады, что у нас все-таки, ну, вот статистика наша подтверждает, да, то есть через брокерский счет, имейте в виду, что если вам нужно продавать или покупать какие-то большие суммы денег, вот именно валюты, да, если какие-то поездки, то выгоднее всего через брокерский счет, ну, естественно, отслеживая еще курсы валют. Мы говорим вот здесь о покупках, да, то есть о выборе покупок и о финансовой безопасности, то есть как себя обезопасить от мошенников, ну, вы наблюдали, да, вот мне сейчас звонили, я явно тоже, несмотря на то, что счет 900, это не всегда означает, что звонят именно со счета банка, ну, в данном случае 900 это номер Сбербанка. Таким образом, когда мы говорим о любой предметной области, у нас добавилась цифровая среда и добавилась финансовая безопасность. Как только у нас появляются деньги, мы говорим о финансовой безопасности, что, ну, об элементарной, да, мы можем наличные деньги потерять. Если мы говорим о безналичных деньгах, то они уже в цифровой среде в онлайн-банке на карточке. И мы говорим о чем? О том, что о финансовой безопасности, что мы ни в коем случае не должны сейчас предоставлять персональные данные никому, ни в коем случае не предоставляем доступ к своему телефону, к своему номеру счета, потому что в нашем телефоне теперь и банк, и госуслуги, и много-много всяких других сервисов. То есть это финансовая и цифровая безопасность. И это теперь, то есть финансовая цифровая грамотность, о которой говорили, она сегодня в нашей жизни. И это тоже компетенции не просто человека, но и педагога. И если, как бы, ну еще так, в подтверждение моих слов, да, что у нас есть статистическая форма, и она уже существует несколько лет, где школы, да, вот обратите внимание, начальное образование подает сведения в Министерство просвещения о том, в рамках каких образовательных программ они ведут деятельность по основному общему образованию и по среднему общему образованию, все это во вгосах сейчас прописано, да, в каких предметах, и как во внеурочной деятельности школа, ну или среднепрофессиональная, осуществляет свое, ну осуществляет, как бы, обучение финансовой грамотности. А с 2022 года, я думаю, это все вот именно с сентября будет развиваться еще сильнее. Ну вот уже мы сейчас с вами готовимся, потому что многие учителя впервые, да, с сентября будут приступать к обучению финансовой грамотности в рамках своих дисциплин, особенно в начальной школе, да, это новое введение. Как по статистике, да, то есть отдельный курс, смотрите, очень малое количество именно отдельных курсов, особенно в начальном, в основном и в среднем общем образовании, не так много вообще отдельных курсов, которые посвящены финансовой грамотности. В основном это как бы встраиваемые, интегрируемые с другими предметами темы. Во вгосе мы со всем этим знакомимся. Ну как бы здесь я оставила проектирование основ финансовой грамотности в образовательном процессе, то есть мы всегда, да, мы анализируем ресурсы, оцениваем свои компетенции, ставим цели, что мы хотим достигнуть, выбираем уже под эти цели методы и технологии, создаем эту развивающую образовательную среду, оцениваем результаты и в зависимости от достигнутых результатов пересматриваем наши методы. То, о чем мы говорим, у нас есть еще, смотрите, функциональная финансовая грамотность, помните, сейчас перейдем, где вы можете познакомиться, с функциональной финансовой грамотности, сейчас, секундочку. Вот, смотрите, у нас есть, так, центры, я вам не вставила, у нас есть институт развития качества образования, где на сайте, ну, в группах у меня это было, я добавлю это в презентацию, переработаю, в группе вывешу, где мы можем скачать примерные задания и тесты по функциональной финансовой грамотности для различных школьных уровней, то есть для различных классов, ну, там, начиная с пятого класса. Для начальной школы функциональной, ну, вот, задания по функциональной грамотности еще не подготовлены. Почему мы об этом говорим? Потому что у нас есть в рамках международных замеров качества образования, я думаю, что учителя старших классов знают об этом, да, то есть и участвовали уже, наверное, многие в измерении функциональной финансовой грамотности, ну, не только финансовая, а вообще видов функциональной грамотности, их много, в рамках проекта ПИЗа, да, в рамках тестов ПИЗа, международных тестов. Так вот, вот эта рамка финансовых компетенций, новая, о которой мы говорим, она уже больше ориентирована, еще секундочку, больше ориентирована на функциональную финансовую грамотность. И именно что такое функциональное? То есть применение в ежедневной жизни. Так, теперь куда нам, где нам повышать свои знания? Смотрите. Так, пробегу. У нас есть ресурс «Финансовое тестирование». Пока здесь тесты еще по старой рамке, но так как она по многим темам, тождественно мы сравнивали, да, перейдете на слайд, то вы можете зайти, выбрать категории тестирования, причем вы можете выбрать категории тестирования себя, как взрослого человека, а можете выбрать категории тестирования как учителя, то есть как протестировать ваших учеников для дошкольников. Викторина, онлайн и тестирование. Так, Валентина, ну, к сожалению, не могу сейчас так прям быстро поделиться сайтом. Приходите в группу, хорошо, обзоры там есть. Ну, если что, там в группе вопрос мне этот продублируйте, я подробно ссылки подберу. Итак, смотрите, учителя могут вот на этом сайте, он работает, этот сайт, провести тестирование учеников. А сами пройти тоже диагностику по этим темам. Я просто, ну, как бы предлагаю, здесь разработаны тесты именно по финансовой грамотности. И время от времени раз в год, да, у нас проводится, вот в прошлом году, когда в ноябре у нас проводился, финансовый зачет по финансовой грамотности. Вы могли участвовать, я говорила об этом в вебинарах. Но вот ежедневно, да, если вы хотите какие-то свои знания, вы можете зайти вот на сайт финансового тестирования, провести свою диагностику. Там достаточно серьезно тесты разработаны, именно с учетом рамки финансовых компетенций. Я думаю, что они будут обновляться, эти тесты. Вы также можете, смотрите, есть проект портала «Хочу, могу, знаю». Можно просто вот через поисковик, но сейчас у меня там ссылки на них есть, зайти. Там есть тесты по различным направлениям финансовой грамотности, именно, ну, ежедневной, да, той, которая нужна нам для наших ежедневных потребностей, как обычных людей. Сейчас проекты по финансовой грамотности, то, где вы можете почерпнуть знания. Я не говорю о курсах повышения квалификации, но очень много материалов на портале «Финансовая культура». Это портал «Банка Россия», да, то есть проекты «Банка Россия», портал «Финансовая культура». Причем заходите в раздел, если вы просто, ну, как бы смотрите с точки зрения своих знаний, как обычного человека для ежедневных каких-то финансовых решений, можно информацию найти, а можно зайти с точки зрения преподавателя и посмотреть там и для дошкольных педагогов, вот эта программа, парциальная программа, со всеми метод-рекомендациями вывешена, и для начальной школы там отличные пособия по математике, с математическими задачами, и для там, ну, как бы с первого по девятый, кажется, класс задачки по математике в соответствии с уровнем, с возрастом детей. Так, я тут уже задерживаю время, но хотелось бы мне сказать обо всех этих проектах. У нас есть ассоциация развития финансовой грамотности. Если вы хотите, ну, как бы получить знания с точки зрения не просто преподавателя, а ежедневные, но не подписываясь на бесплатные, на платные какие-то там марафоны, курсы и так далее, которыми кишит интернет, да, среди них есть хорошие, но цены практически любого курса начинаются там от 10 тысяч и выше. Я вам предлагаю зайти на сайт ассоциации развития финансовой грамотности, зарегистрироваться там как волонтер в кабинете и подключиться к курсу, бесплатному курсу. Отличный курс по финансовой грамотности, по личным финансам от Банка России для взрослого населения. Отличнейший курс, может быть там в каких-то темах сложен, но он очень, ну, скажем так, интерактивный, и можно бесплатно, да, то есть повысить свои знания и нести эти знания потом, если захотите быть волонтером, пройти тестирование, подтвердить уровень своего волонтерства и как бы работать уже как волонтер от Ассоциации развития финансовой грамотности. Проект «Мои финансы» Минфина России, который вот раньше назывался «Дружи с финансами» и группы переименовались, да, под «Мои финансы». Очень много экспертной, ежедневной информации, не просто там для школьников, ну, как бы для преподавателей, а с точки зрения нашей жизни я там ежедневно, ну, почерпывала знания и от юристов, и от экономистов, да, то есть очень интересный проект. Проект «Хочу, могу, знаю» тоже разделен на наши ежедневные, да, потребности и для преподавателей. Там очень много информации, интерактивное видео для презентации, для школьников по различным темам. Образовательные проекты «ПАК», очень классные игры на этих, на этом сайте. Да, еще вот здесь я не сказала «Банк России», сейчас начал, да, уже я в группе отметила, дни финансовой грамотности, запустился второй семестр, можете регистрироваться со школьниками, подключаться к онлайн-лекциям от экспертов «Банка России». Образовательные проекты «ПАК» сейчас идут, там есть курс для педагогов, раньше были бесплатные, потому что, я так думаю, он участвовал в общей, как бы, стратегии и финансировался за счет программ. А сейчас у них есть платные, причем, кстати, не очень дорого, но у них очень классные образовательные технологии. Если из платных таких проектов и вы хотите развивать свои какие-то дошкольные центры, ну, очень рекомендую обратить внимание на образовательный проект «Финграмм». Не только потому, что я в нем там с ними сотрудничала, как бы, и участвовала как методолог, и продолжаю, как бы, сейчас участвовать еще. Но здесь именно структура, то, о чем мы говорили, здесь работа через смешанный формат, во-первых, интерактивный курс, плюс работа в классе, плюс игровые различные технологии, это настольные игры, там больше десяти игр уже в проекте. И по каждой тематике проработка вот этих навыков, которые в жизни ребенок не всегда может проработать. А говоря о методических центрах, о бюджетном финансировании, о том, что вы можете получить бесплатно, обращаясь в эти методические центры через свои региональные центры, вы можете повысить педагоги школы и среднего профессионального образования, это методические центры высшей школы экономики и Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте. Это для педагогов вузов, я думаю, вы знаете, здесь я видела тоже сегодня есть, педагоги вузов. Это МГУ имени Ломоносова, курирует полностью все проекты по финансовой грамотности именно в вузах, разработка программ. Очень досконально я не училась на этой программе, но я знаю эту программу, то есть она очень глубоко прорабатывает именно педагогические компетенции с точки зрения разработки программ повышения финансовой грамотности для студентов. И финансовый университет при правительстве Российской Федерации занимается подготовкой финансовых консультантов, я у них проходила обучение, у меня есть ежегодное повышение квалификации в этом финансовом университете, именно как финансовый консультант для взрослого населения. Есть множество других программ, но вот то, о чем я говорю, где вы можете повысить свои компетенции, это вот основное, да, то есть вы можете платно на какие-то ресурсы, конечно, заходить, но я вас ориентирую, познакомьтесь сначала с тем, что есть бесплатно, потому что деньги вы успеете потратить всегда. Платные ресурсы подбирать уже, я думаю, вам важно под ваше направление, что вы собираетесь развивать, да, в своей программе финансовой грамотности. Коллеги, ну, у меня практически все, благодарю вас за внимание. Если есть вопросы, да, я стараюсь, вот спасибо огромное, Ирина, я стараюсь, как бы, ну, так комплексно представить, да, потому что каждый центр, методический центр, каждая организация, она со своей точки зрения, я пытаюсь ввести педагогам, помочь, да, и группу специально для этого создала, там бесплатные абсолютно материалы, она у меня немонетизируемая группа, ну, чисто пока мой порыв такой души. Дальше я пока не знаю, как она будет развиваться, эта группа, но пока она есть, можете приходить и получать. Так, я пошла во вкладку вопросами, какими же компетенциями должен владеть воспитатель, чтобы смог обучить дошкольников финансовой грамотности. Смотрите, чтобы обучить дошкольников финансовой грамотности, мы открываем методические рекомендации, ссылочку я давала, и там есть две таблички, базовые понятия для дошкольников. Если вы не хотите идти в рамку компетенции для педагогов, для взрослого населения, то, которое мы в конце сейчас рассматривали, ссылочку я, и ту, которую вы скачали, вы идете в методические рекомендации и смотрите, какие базовые компетенции, вот сегодня не вставила я сюда таблички для педагогов. Я не знаю, как вам сейчас так быстро рассказать, давайте вернемся тогда к вот этой для дошкольников, если не совсем, то есть смотрите, я так здесь сделала такой общий обзор, то есть вы смотрите, для 5-6 лет у нас дети должны понимать, что такое деньги, как появились деньги, как они выглядят, можно давать, можно рассказывать им о том, как мы зарабатываем деньги, то есть что такое труд, различные виды профессий, обязательно педагоги дошкольного, у вас уже в принципе все эти компетенции есть, они просто чуть-чуть переориентированы, потому что и с профессиями знакомим, и знакомим с тем, что такое уважение к труду, бережливое отношение к вещам, деньгам, понятие жадности, щедрости, мы тоже это все прорабатываем, да, вот с детьми, и, ну вот на мой взгляд, это вот основная связка труд, продукт, деньги, если вы хотите более подробно, вот Елена, так, я еще в эфире, огонечки мне, можно? Спасибо, а то я смотрю, что здесь у меня как-то эта связь потеряна, смотрите, если вы хотите более подробно, ну заходите, пожалуйста, буквально несколько вот предыдущих вебинаров у нас было посвящено именно методическому как бы обоснованию, вот методическому сопровождению в рамках разных направлений, то есть какие компетенции педагога, ну знание, да, что такое деньги, знание, что такое труд, знание профессий, знание, что такое там вот во многих программах, что такое реклама, что такое, многие педагоги, я вот не очень приветствую, идут уже даже в то, что показывают, что такое предпринимательство, то есть вот этими компетенциями. Я думаю, что если кратко ответить на вопрос, то вообще я считаю, что педагог дошкольного и школьного образования должен вот обладать компетенциями взрослого человека в рамках финансовой грамотности. И я вас все-таки, ну вот отправляю хотя бы прочесть вот эту рамку компетенции, да, посмотреть на нее, а дальше спуститься к метод-рекомендациям, если мы говорим о дошкольниках, метод-рекомендациям, и познакомиться, чему и при помощи каких программ вы можете обучать. Там очень обзорно и доступно в метод-рекомендациях это все дано. Ну вот такой волшебной таблетки, к сожалению, нет. Если вы чувствуете себя неуверенно, как бы, вот в своих компетенциях и думаете, что у вас какие-то сверхкомпетенции, их не должно быть, сверхкомпетенции. Это просто умение принимать грамотные финансовые решения ежедневно, которые влияют, ну, в первую очередь, на ваш бюджет и на ваша психологическая, да, уверенность в себе. То есть, если вы знаете, вы умеете управлять, вы знаете, как, ну, как бы, зарабатывать деньги, вы умеете это делать, умея, и у вас, самое главное, вот эта формула денег работает, то есть, у вас есть заработок, вы умеете, часть заработка, вы помните высказывание всех, ну, скажем так, коучи, как бы, миллионеров и миллиардеров, заплати сначала себе. То есть, вот из всех заработков, которые вы получаете, просто если привычку начать вырабатывать 10%, сразу просто куда-то уводить, на тот же онлайн счет, да, или настроить инвестиционную копилку, если она есть в вашем онлайн банке, все, это самое первое правило, то есть, заработали, сохранили, а уже дальше, как приумножать эти деньги, да, как их накапливать, нужны уже дополнительные компетенции, хотя бы вот на вот этих двух частях, формулы денег, я думаю, что в дошкольном образовании вы тоже должны владеть, потому что это первоначальные компетенции любого человека. Есть у меня еще вопросы, коллеги, спасибо вам всем огромное, я желаю, чтобы ваши компетенции, да, вот в уровне финансовой грамотности, не просто как педагогов, а как просто обычных людей, они позволяли вам чувствовать себя уверенно, не только в сегодняшнем, но и в завтрашнем дне. спасибо огромное, благодарю всех за внимание, я еще обещала сбросить ссылочки групп, сейчас я вам сбрасываю ссылочки групп, и на этом мы с вами прощаемся. Приходите в группу, задавайте вопросы, я большую часть времени живу в интернет-проектах, в онлайн, я сейчас работаю практически, так, вот эта группа в фейсбуке, если кто-то, кому-то нужно, нет больше вопросов, спасибо всем огромное, всего доброго, финансового благополучия, финансового здоровья всем, ну и как бы уверенности в ваших компетенциях, если не уверены, ссылочек очень много, повышайте, сначала свои личные компетенции, плюс присоединяйте педагогические, мы развиваемся в любом случае в двух направлениях, это личная наша финансовая грамотность, плюс педагогические, ну как бы такие образовательные уже компетенции. Спасибо огромное, всем всего доброго, до свидания, до новых встреч.